Ну вот о том, что эта проблема не надуманная, хорошо знают жители Звездной улицы в Петербурге. Там находится один из крупнейших в стране туберкулезных диспансеров, откуда регулярно сбегают тяжело больные пациенты. Охраны практически никакой, да и закон запрещает их силы удерживать на лечении. Вот только что делать тем, кто может заразиться опасной болезнью от такого случайного контакта в магазине или транспорте, разбиралась Надежда Сережкина. Побег из Шоушенка только без голливудских актеров. Привычное развлечение для пациентов противотуберкулезного диспансера в Санкт-Петербурге. Больные убегают с территории, оккупируют алкомаркеты, пьют и курят на детских площадках, оставляя после себя окурки и мусор. Для местных жителей все это, как и оригинальный фильм, тоже своего рода драма. Они ходят среди нас, и у нас есть маленькие дети. Это самое, ну вот, что ни на есть проблема, потому что, ну вы же понимаете, что это не просто ОРВИ. Идут без масок, заходят в ближайшие магазины, потом с пивом, с выпивкой, то есть это не просто так пошел купил продукты. Идут по этой дорожке матеряться, пьют. Проблема возникла во время пандемии. По распоряжению главного санитарного врача больницу закрыли на карантин. Пациентам запретили выходить за территорию, друзьям и родственникам навещать их в стационаре. В ответ постояльцы больницы начали разносить палочку коха по ближайшим ларькам и парадным. План побега часто готовят заранее. Друзья и родственники беглецов разрезают куски колючей проволоки или целого забора. В результате отсюда, от больницы до ближайшего алкомаркета, народная тропа буквально не зарастает. Ну что, приходят люди, вот туда, да. Я, допустим, опасаюсь. Я не могу отказать человеку, мы же в продаже работаем, я же не могу ему отказать покупателя. В основном это алкоголь, да? Да. Девушка приходила, но она сказала, что она была у мужа в больнице, но она пьяная была мной. О проблемном для жителей соседстве в больнице, конечно, знают. Жалобы люди начали писать еще летом. В ответ письма от комитета здравоохранения и администрации больницы. Все, что они могут сделать, это патрулировать забор и каждый раз чинить его после очередного массового побега. Законодательно мы не имеем права физически воздействовать на наших пациентов. Пациенты находятся здесь на добровольной основе, но, с другой стороны, они болеют инфекционным заразным заболеванием. И не принять этого пациента после того, как он сбежал, мы не имеем права. У нас любое ограничение свободы человека возможно только по решению суда. Таким образом, медицинскому учреждению необходимо для получения такого ограничения обращаться в суд. Суд не самый быстрый способ. Уголовная со сроком до трех лет тюрьмы может грозить беглецу, если после его похождения заболеет здоровый человек. Хотя врачи успокаивают. На улице шансы заражения минимальны. Туберкулез передается исключительно воздушно-капельным путем. И для этого нужен длительный контакт с пациентом. На работе или в домашних условиях. Нежели чем просто случайно встретиться на пять секунд. А вот на поверхностях Палочка Коха может жить до полугода. Окна в окна. С диспансером детский сад. А в округе еще семь. Садиков, школ, кружков и площадок. Жители надеются. Благодаря журналистам их жалобы наконец услышат. И они впервые за почти полтора года смогут вздохнуть свободно. Надежда Сережкина, Александр Зимцов, Владислав Лишенко и Наталья Ленькова. Известие специально для Пятого канала.